Дай почитать. Не совладаешь, и делать нечего, надо идти к специалисту. Ведь изображать, что все в порядке, объяснять тревожное состояние плохой погоды, инфляции и несговорчивостью противоположного пола – это значит терять время. Жизнь проходит, а радости никакой. Если у вас, дорогие слушатели, еще гложет сомнений читать или нет книжку Михаила Лобковского «Хочу и буду», принять себя, полюбить жизнь и стать счастливым, то, узнав о шести золотых правилах известного психолога, никаких сомнений больше у вас не останется. Только читать. Итак, вот эти заветы. Первое – делать только то, что хочется. Второе – не делать того, чего делать не хочется. Третье – сразу говорить о том, что не нравится. Четвертое – не отвечать, когда не спрашивают. Пятое – отвечать только на вопросы. И шестое – выясняя отношения, говорить только о себе. Но у меня сложилось впечатление, что самый распиаренный психолог России по мере прочтения книги убедит кого угодно в необходимости лечения. Ведь вдруг ты понимаешь, что невротики все, и ты тоже. А давайте проверим. Цитирую. Тревоги – это страхи без адреса. Сильнее всего они обостряются в сумерке. Научный факт. Тревожиться без причины, либо по причине ничтожной – это и значит быть невротик. Тут, думаю, главное понять, что значит ничтожная причина. Михаил Лобковский беспощаден. Он находит все новые и новые недостатки поведения окружающих. Так он пытается убедить, что не стоит слушать советчиков. Нужно уметь самому принимать решения и быть уверенным в себе. Так, например, выбирая профессию, прислушивайтесь не к здравому смыслу своей мамы, а к своим эмоциям. Развивайте эмоциональную сферу. И вообще, что выбрали в меню, то и ешьте. А стремиться нужно к одному – быть счастливым. Лобковский знает, что такое счастье. «Это максимальная личностная реализация в любви, дружбе, семье, детях, профессии, во всем, в чем человек талантлив и что хочет попробовать». В книге «Хочу и буду» три части. Личность, отношения, дети. Это большая книга советов на самом деле. Советов неожиданных, иногда даже радикальных. Психолог прямолинеен и правдив. И каким бы сложным ни был вопрос, он доходчиво на него ответит. Влюбляются в личность, любят индивидуальность, уважают за уверенность и независимость. Есть три вещи, которые никак не влияют на отношения. Внешность, возраст и вес. Одиночество – это не то, что вы никому не нужны. Ваш телефон молчит. Вас никто не любит. Вы не востребованы. Одиночество в том, что вы не нужны только одному человеку – самому себе. И поэтому другим не интересны. Михаил Лобковский и его книга «Хочу и буду» несомненно изменят каждого после ее прочтения. А вы, дорогие слушатели, можете проверить. До новых встреч!